Жизнь Жулана. Часть первая. Знакомство с разнообразием сырокопутов. В чистом поле, где жаворонок выводит на земле своих птенцов, там мы вряд ли встретим нашего героя. В густом лесу, где промышляет какой-нибудь ястреб, например, перепелятник, тоже его нет. Но там, где лук встретился с кустарником, где преречный лес подружился с околицей деревни, или широкий овраг вдоль сосновой посадки зарос высокотравьем, там и живет сырокопут. Жулан, хотя и не ястреб, но все же его вполне можно назвать самым маленьким хищником. Какими же особенностями окраски, строения надо обладать, чтобы претендовать на звание самого маленького разбойника среди пернатых? Где должен жить охотник? Как и чем подобает выкармливать сырокопутом своих птенцов? Каково быть соседом свирепого серого сырокопута или более безобидного обыкновенного жулана? У нас много вопросов к герою, но встречать будем, как говорится, по одежке. Окраска. Хищник значит разбойник. А какой разбойник без маски? У жулана черная повязка через глаза – обязательный атрибут. И очень похоже, что такая расцветка – это наследие общего предка. Ведь у всех современных настоящих сырокопутов есть этот головной убор. Взять хотя бы серого сырокопута, старшего брата Жуана. Или вот еще чернолобый сырокопут. Разбойницы самки в славном роде сырокопутов обычно мало отличаются от самцов. Однако Жулан – исключение. У сырокопута Жулана самка хорошо отличается от самца и носит признаки молодых птиц. Считается, что четкий половой деморфизм – отличие недавно образовавшихся новых видов. Если предположить, что окраска играет ключевую роль в выборе партнера, то факты говорят об обратном. Известны случаи успешного размножения пар, где самка либо самец имели существенные отклонения в окраске. В том числе и случаи с почти полностью белой самкой. Песня сырокопута. Крики беспокойства Жулана много кто слышал. И они вполне соответствуют его хищническим наклонностям. А вот мелодичная песня – явление куда более неожиданное. Песня хорошо дополняет изящную окраску самца и напоминает нам, что сырокопуты не имеют никакого отношения к хищным птицам, а относятся к певчим воробинообразным. Европейский жулан – это птицепересмешник. Он умеет подражать голосам различных птиц, которые его окружают. Еще в прошлом столетии ученые изучили репертуар жуланов и обнаружили в нем различные звуки, позаимствованные у более чем трех десятков видов птиц. Клан Жулана – разнообразие сырокопутов Сырокопуты образуют в отряде воробьинообразных отдельное семейство. В сумме более тридцати видов. Нас более других интересует род ланиус, что с латыни переводится как мясник. Всего в России обитает около десятка видов, но в средней полосе России встречается куда меньше. Самый обычный – это обыкновенный жулан. Он же европейский. Он же сырокопут жулан. Не менее известный – серый сырокопут. Он гораздо крупнее жулана. И именно его в свое время описал Карлин Ней, дав родовое название мясник. Сопоставим размерами и внешним видом с серым – чернолобый сырокопут. Отметим еще, пожалуй, красноголового сырокопута. И вернемся к тому, что же объединяет маленьких хищников. Какие особенности строения позволили сколотить собственный преступный клан. Черты хищника В мире птиц-клюв – главный инструмент. У сырокопутов клюв напоминает уменьшенную копию клюва соколов. Крючок на клюве способствует как удержанию, так и разделке крупной добычи. Но за внешней простотой инструмента кроется еще и самое сложное строение мышц челюстного аппарата среди воробьиных. След за клювом были модернизированы и ноги. Цевка у сырокопутов относительно более толстая и мощная, чем у собратьев по отряду. А мышцы и связки ног устроены таким образом, что сырокопут может сжимать одновременно все три передних пальца в кулак. Это значительно увеличивает возможности по удержанию добычи. И эта способность также уникальна среди воробьинообразных. Наконец, глаза у сырокопутов немного вынесены вперед, что ухудшает обзор по сторонам и сзади, но зато увеличивает долю бинокулярного зрения. Такое зрение характерно для хищных птиц, сов, вообще для большинства хищных животных. Человек, кстати, имеет бинокулярное зрение. Это позволяет более точно определять расстояние до объекта, в том числе до добычи. Однако в остроте зрения нам с сырокопутами не тягаться. Опыты показали, что сырокопут видит летящего шмеля за 80 метров. Для человека на таком расстоянии шмеля просто нет. Клюв, цепкие лапы, безупречное зрение и все это для того, чтобы стать успешными охотниками. Питание сырокопутов. Если исключить врановых, то среди воробьиных птиц разве что дрозды иногда при случае могут поймать, например, ящерицу. А вот для сырокопута охота за позвоночными явление вполне обычное. Среди наших сырокопутов наиболее склонен к хищничеству серый сырокопут. Он чаще охотится на позвоночных. В Германии летом основная еда серого сырокопута беспозвоночная. А вот зимой больше половины обыкновенные полевки и всего около 2% мелкие птицы. На Украине в кладовых сырокопута грызуны и насекомоядные млекопитающие составили почти 95%. А остальное птицы. В Центральной Европе млекопитающие в зимнем рационе составляют 60-95%. Птицы 2-6. На Аляске Том Кейт в течение 9 лет наблюдал за гнездовой территорией серых сырокопутов и отметил, что за все время в радиусе 200 метров от гнезда сырокопутов не было ни одного удачного случая гнездования воробьиных птиц, поскольку уничтожению подлежали как родители, так и птенцы. С другой стороны данные Иванчева, Костюкова, а также Мальчевского и Пукинского показывают, что рядом с серым сырокопутом успешно выводят потомство дрозды-рябиньки. Среди птиц добычей серого сырокопута могут быть крапивники, корольки, воробьи, щеглы, чечетки и даже небольшие дрозды, певчие или черные. Нападая в воздухе, сырокопут хватает добычу когтями и приземляется с ней на землю, где умерщвляет ударом с затылок. И этот удар, судя по всему, заложен в программе атаки, поскольку даже при подаче в клетку мертвой птицы сырокопуты начинали трапезу только после совершения этого удара. Этим самым ударом сырокопут ломает шейный отдел позвоночника жертвы. Это касается как птиц, так и млекопитающих. Вообще сырокопуты обычно высматривают добычу с присады, а ловят уже как с земли, так и в воздухе. Часто серый сырокопут охотится на птиц в угон. Преследование может длиться довольно долго, до получаса. При этом могут быть небольшие остановки на передвижку и оценку обстоятельств. Максимальная зафиксированная дальность преследования до 400 метров по прямой. Мне приходилось наблюдать подобную охоту за Лазаревкой в парке Москвы. Охотник и жертва несколько раз останавливались и переводили дух. Я, однако, со своей фототехникой за ними не поспевал. Сегодня 24 декабря 2016 года. Я нахожусь в главном ботаническом саду. Недалеко от метро Владыкина, рядом с кормушками. Только что я бегал за серым сырокопутом, который вылетел буквально на меня, когда я был недалеко от кормушек. Он преследовал Лазаревку, по-моему, какую-то небольшую синичку. Причем он ее преследовал не быстро, то есть там начал атаку и бросил. Нет, он, не знаю, метров 500, наверное, за ней летал, то и дело. Они где-то останавливались в кустах, потом продолжали. Соответственно, синица убегала, а сырокопут ее преследовал. Ну, а я преследовал их обоих. Потом, к сожалению, я потерял их из виду. Снять тоже не успел, не получилось у меня. И сейчас я вернулся обратно к кормушкам, и здесь до сих пор переполох. Синицы стрекочут, поползни посвистывают. То есть они воспринимают сырокопута серого как достаточно серьезную угрозу. И не зря. Этот серый сырокопут как раз разделывает большую синицу. В зимнее время серому сырокопуту требуется от двух до трех с половиной жертв в день. Грызунов или мелких птиц. Широко известна способность сырокопутов насаживать добычу на шипы растений. Запасать таким образом впрок. Однако, мне лишь однажды пришлось наблюдать запас сырокопута жулана на колючке. Это была какая-то землеройка. И похоже, что заначка жулана больше пришлась по душе осам. В течение нескольких часов от энсекомоядного животного остался один скелет и шкурка. Запасы на шипах сырокопуты держат не ближе 50 метров к гнезду, но и не дальше 200 метров. Даже если вручную перенести труп ближе к гнезду, сырокопуты сразу уносят его. Это, возможно, связано с нежеланием привлечь внимание хищников к гнезду. Вообще, склонность делать запасы на шипах явление необязательное. Есть пары, которые вообще не практикуют кладовых. Те же, кто делает запасы впрок, могут таким образом отчасти компенсировать перебои в питании слетков. Молодые птицы хорошо знают, где находятся запасы на черный день и могут подкрепиться из них. Львиная доля рациона небольших сырокопутов, вроде жулана, это крупные беспозвоночные, особенно жуки и прямокрылые. Могут также есть ядовитых насекомых, в том числе пчел, шмелей, ос. Прежде чем съесть жука, обычно отрывают ноги и жесткие надкрылья. У пчел, ос, шмелей предварительно удаляют жало. Судя по известным случаям, похоже, что как крупные, так и мелкие сырокопуты могут есть пады. Для серого сырокопута есть свидетельство поедания трупа горностая, а для жуана разделка полуразложившейся ласточки, наколотой на шип. Еще одной формой отклонения в питании является каннибализм. Известны случаи, когда самец съел трех птенцов из собственного гнезда. После чего было свето новое гнездо, потомство из которого благополучно дожило до вылета. Кроме того, отдельные птенцы могут быть умерщвлены самцом и скормлены оставшихся собратьев. Тут не лишним будет отметить, что каннибализм встречается и у других птиц, в частности у хищных. Конечно, куда чаще родители без устали кормят малышей. Порой даже переоценивая их возможности по заглатыванию пищи. Далее мы более подробно изучим рацион птенцов. А пока впереди нас ждет знакомство с домом жулана и его соседями. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok